Закон или благодать И это очень фундаментальная тема Я уверен, что даже если ты это знаешь Очень важно, чтобы мы утвердились в этом Потому что если ты хочешь ходить, жить, служить сверхъестественным То тебе необходимо верить и принимать благодать И до того, когда буду проповедовать Давайте мы помолимся, чтобы Господь двигался Аллилуйя, Дух Святой Мы благодарим за это помазание, за это присутствие Дух Святой Коснись каждого здесь Мы благодарим тех, кто смотрит нас во имя Иисуса Христа И также есть кто-то здесь в зале Или кто смотрит правое колено Какая-то проблема, боль или какая-то травма То если это ты, то принимай свое исцеление Правое колено исцелись прямо сейчас во имя Иисуса Христа Аллилуйя, слава тебе, Господь Мы благодарим за эту кровь, Иисус Мы благодарим, что ты здесь, Господь Что небеса здесь, сейчас Откройся нам, Господь Открой нам свое слово Дай нам духа премудрости и откровения во имя Иисуса Христа Я слышу, как трещины идут Как Бог с молотом бьет просто по этим рамкам По разуму, по всем этим ложам дьяволу Халлилуйя И Слово Божие говорит, что вы познайте истину И истина освобождает вас Халлилуйя Аминь Слава тебе, Иисус Халлилуйя Проповедь называется Закон или Благодать Что такое закон? Например, есть правило Если мы на машине едем Есть знаки, надо Скорость 50, 40, 100 Есть место, где нельзя ехать Крепич И зачем эти знаки? Есть правило, есть закон Что если мы их будем не заблудать Тогда будет штраф Или будет авария Будет какое-то последствие И также духовно Написано, что возмездие за грех – это смерть Если мы грешим То мы духовно умеряем Это разделяет от Бога И поэтому Бог послал своего Сына Иисуса Христа, который умер За все наши грехи, болезни, проклятия И воскрес на третий день Иисус живой Иисус сейчас здесь Я верю, что если ты будешь слушать внимательно Что если ты отталкиваешь все другие мысли Чтобы пойти на рыбалку Или гулять Или кушать Или что угодно Или здесь кофе, чай попить И пообщаться Просто все мысли отдай Господу Просто фокусируйся на Иисусе Смотри на Него И принимай как от Господа Потому что я просто сосуд Божий Я просто как труба Через кого Дух Святой двигается Где реки воды живой Текут Аллилуйя И я верю, что если будешь слушать внимательно это слово Изменит твою жизнь Она преобразит тебя Она приносит прорыв в тебе Свободу Аллилуйя И закон для того, чтобы показать, что ты грешник Если бы не было закона Ты не знал, что ты грешник Правильно? Если нет закона То живу как хочу Делаю, что хочу И все нормально Самое главное, что мне хорошо Что Как я думаю, что правильно Да? А если есть закон Например, не воруй Не убей То это показывает Закрешил ты или нет Ты грешник или нет Аллилуйя Слава тебе, Иисус В Библии есть в Старом Завете 613 заповедей Вы в курсе в этом? Кто в курсе, что 613 заповедей Все знают, что есть 10 заповедей А есть Есть еще больше Книжники фарисеи не позаботились Чтобы было больше Чтобы 10 еще больше было Чтобы еще сложнее было И все это в Старом Завете Мы можем читать И если мы ошибаемся Против одного заповеди Например Мы не убили Мы не сделали все эти другие Исполнили То есть все другие заповеди Но, например, мы врали Один заповедь Только мы не исполнили Все Ты можешь крестик сделать На эти 612 И ты провалился И все Если мы хотим Ходить по закону Мы хотим исполнить закон То мы должны исполнить Весь закон Все 613 заповеди Но это невозможно Вы согласны, что это невозможно Человеку исполнить Знаете, что у меня есть радость Но новость для вас Иисус исполнил Весь закон Все пророки Он все заповеди исполнил Он был святой Знаете, что такое святой? Это отделенный Отделенный для Бога Аллилуйя И Иисус Он был отделенный Он был святой Он жил в чистой жизни Он не грешил Он помогал людям Он исцелял Он разрушал Царство дьявола И он Преобразил жизни людей И он призывал людей Эй, рыбач Рыбак Иди следуй за мной Пётру И всем другим Мытарю Иди следуй за мной Их жизни поменялись Когда они сказали Да, Господу Иисус не только умер Он воскрес на третий день Он живой И Только Иисус Христос Он был Сын Божий Он мог исполнить Все заповеди Но фарисеи И книжники Они тоже стараются Исполнить Но у них не получается Не получилось Не получается Иногда не будет Получаться Хочу прочитать Также Послание к Римлянам Восемь Первых То второе Стих Если у тебя есть Библия Можешь открыть В телефонах Можете Или в ручной Библии Вот самое лучшее Аллилуйя Итак Нет ныне Никакого осуждения Тем Которые во Христе Иисусе Живут Не по плоти Но по духу То есть Если ты живешь По духу Не по плоти То нет Никакого осуждения В тебе Который Во Христе Иисусе Ты во Христе Иисусе Или Или в ком Если ты во Христе Иисусе То нет Никакого осуждения Нет больше Осуждения Почему Потому что Закон Духа жизни Во Христе Иисусе Освободил Меня От закона Греха и смерти Аллилуйя Если ты во Христе То нету Никакого осуждения Если ты живешь По духу И что значит Жить по духу Ты в один Духом Божиим Не своим разумом Не своей волей Уже Ты скажи Господь Да будет твоя воля Как мы пели Господь Да будет Воля твоя Воля твоя Во всем Или как там Во всем Чтобы воля Божия была Если мы будем жить так Что мы По воле Божией Мы по духу живем Мы Не советуемся Плоти и крови Или спрашиваем У человека Что ты думаешь Насчет этого Хотя Хорошо Спросить советы Особенно у пастора Или Духовных лидеров Или братья и сестры Которые Живут по духу Которые Водимы Духом Божиим Хорошо спросить Но самое главное Если мы спросим От Духа Святого Он наш Утешитель Он наш Направитель Он учитель Он помощник К нам Если мы спрашиваем Дух Святой Куда мне идти Что мне делать Он покажет Скажет тебе Я например Вот Вот сейчас Я по своей воле Был бы сейчас В Америке На обучение Чтобы большие Крусейды делать И так далее Три месяца Обучения Я туда Очень хотел идти И мне Которые советы Дали люди Они все Скажут Даже не думают Иди просто туда А я спросил От Духа Святого Что ты хочешь Хочешь Чтоб туда пошел Он сказал Нет Я сказал Хорошо Да будет твоя воля Куда ты меня пошлешь Туда я пойду И вот сейчас Я в Финляндии С 1 августа До 17 августа Я завтра поеду На лагере В английском Будем обучать Христос для всех наций Это рейнхамбонг Служение Будем обучать Как проповедовать Евангелие Толпом С микрофоном И Будет мощное время И Также у нас будет практика На улицах Мы пойдем На Юбаску Так что можете Молиться за нас Благословить И после этого Я пойду на Украину На 3 месяца Там мы Обучаем Также Евангелиста В неделю Две недели Будем проповедовать В двух городах В одно время И После этого Я в Африку На 2 недели еду И это Божья воля Смотрите Я просто сказал Господь Что ты хочешь делать Я хотел одно А Бог сказал Нет Иди туда И также в Библии Мы видим Что когда Апостоли Они хотели Хотели В одно город Идти Дух Запрещал им идти И сказали Идите туда И они в Македонию Пошли Они увидели Видение Одного мужика Который Зывал к ним Что приди к нам И они Послушались И Бог не хочет Жертв Хотя Жертвы тоже Нужны Самая сильная Жертва Если ты Отдаешь Своё сердце Богу Если ты Послушный Богу Сделаешь То Что Бог Тебе Скажет Где Что люди Люди Тоже Пасторы Или Лидеры Не могут Тебя Направлять И сказать Тоже Они Тоже Водимы Духом Божиим Но Дух Святой Он Тебе Скажет Что Тебе Лучше Туда Ити Или туда И Я оказался Здесь Слава Богу Аллилуйя Кто раз Что я здесь Слава Иисусу Знаете Самое лучшее Вот я заметил В своей жизни Вот когда Даже Очень что-то Сильно хотел Я сделал Но Бог Сказал Нет Или что-то Другое Потом Понял Что Это не принесло Мне никакой Радости Удовольствия Или Жизни Я Как провалился Ну знаете Мы учимся Вот как Ребенок Ему Скажешь Не лезть туда На шкаф Например Упал Ну он пошел Один раз Упал Потом он уже Не хочет туда Ити Понимаете И так же Мы иногда Учимся Вот когда Мы падаем Вниз сюда Мы понимаем Что Хорошо Вот так жить Не надо Будет последствия Да Но Бог Он Он Безмерно Он даст Свою благодать И Духа нам Чтобы Мы могли Быть Водимы Духом Божьим Чтобы мы Могли Жить по Духу Чтобы мы Были послушными И часто Я молюсь Господь Дай мне послушное И смиренное сердце Это Хорошая молитва Я видел Что если молился То это так и получилось Вот недавно Было так Волк есть Овечки Наверное Короче Потом Прозритель Ну экстрасенс И Целитель И вообще И потом Ну как бы я Духси То мне сказал До этого Когда вообще Это слышал Сказал Не играй это Я сказал Я не буду играть Они такие Смотрели Странно Я только что Загласился Теперь я говорю Нет И говорю Нет не буду играть Потом они сказали Что кто-то будет Прозритель Кто-то Целитель И я Потом понял Что А Вот почему И очень важно Что мы Сделаем Кого мы слушаем Что мы играем Кого мы слушаем Что мы слушаем Что Если мы будем Какие-то мирские Вещи Заполнить себя То мы будем жить Как мирские Какая разница Вообще Конечно Мы не можем Вообще Типа В фильме Ничего не смотреть Вообще Отделяться Вообще В монастырь Идти Это тоже Крайность Но Слушайте Духа Святого Все что Другим Позвольно Не тебе Позвольно Все что Мне позволено Не тебе Позвольно Мы должны Жить по Слову Божьему И так Как Дух Святой Ведет Если Он скажет Не делай Не иди туда Или делай то То будь послушным И ты видишь Прорыв в своей жизни Ты видишь Как Бог Будет действовать Через тебя И Бог Он испытает нас Послушными Малым Вещем Или нет И Он тогда Поставлено Больше Если мы будем Послушными То Бог У нас Он Воскронодит Нас И поставит Выше Он доверяет Больше И тогда Мы будем Вообще Сами удивляться Вот как Так Как я Вот сюда Попал Вообще Аллилуйя Как мы читали Что Дух Жизни Освободил Меня От Закона Греха Греха И смерти Скажи Закон Духа Жизни Освободил Меня От закона Греха И смерти Аминь Теперь скажи Что ты веришь Тоже это Шарабая Слава тебе Иисус Мы Сослужили Смерть Из-за греха Потому что Возмездие За грех Смерть Но закон Духа Жизни Он Освободил Нас Аллилуйя И Как я сказал Что книжники Фарисеи Они Старались Они Постились Они Все это Делали Я не говорю Что поститься Не надо Или не надо Жить по слову Но ты не можешь Все законы Все заповеди Сам своими силами Исполнять Потому что Только Бог Может Божьи законы Исполнять И Иисус Он пришел Воплоти сюда Родился Был Как ты И я Человек Обычный Человек Он не грешил И он Исполнил Это И у фарисеев У них появился Самоправедность Знаете как Это значит Что Самоправедность Это то Что я сам Себя Оправдаю Своими делами Например Делал добро Помогаю Нищим Беру Пост Жертву Деньги И потом Скажешь Я вот Это сделал Это сделал И как бы Придет Самоправедность И придет Гордость Я все делаю Смотри Я такой Хороший Смотри Я не такой Как этот Грешник Прелебедянец Алкоголик И так далее Придет Гордость Смотри Я такой Большой Я сам Не грешу Я такой Молодец А ты еще Такой Не делаешь Не живешь Как я Да И когда мы Сознаем Что мы Своими силами Не можем Исполнять Все заповеди И принимаем Веру И благодать И верим Что Иисус Исполнил Весь закон За нас И что он Делал на кресте Тогда мы можем Жить По благодати Принимать Благодать Знаете что Ты можешь Слышать О благодати Ты можешь Даже Верить Он должен Принять И каждое утро Скажем Что Боже Благодать Она Свежая Она Доступна Всем нам И я не говорю Что Если ты Живешь По благодати И принимаешь Благодать Теперь Ты можешь Жить как хочешь Делать что хочешь И не будет Никаких последствий Нет Не говорю Это Но благодать Она освобождала тебя От Закона Греха И смерти И ты уже Ты умер Для греха Мы Скоро будем Эти местописания Тоже читать Где Подробнее Будет об этом Говориться Мы Иногда Мы хотим Помогать Богу Что-то делать Мы не можем Просто подарок Благодать Это подарок Просто Подарок Принимать Мы что-то Ну сослужить Что-то Вот сделать Вот тогда Я могу Принимать Спасение Или исцеление Или что угодно Ты праведник Во Христе Иисусе Ты веришь Это Аминь Почему? Потому что Иисус Тебя оправдал На кресте Когда Он пролил Свою кровь Святую Когда Он Умер За все Твои грехи Не только Прошлые А настоящие И будущие Грехи И за болезни Проклятия Он за все Умер Он заплатил Великую цену За тебя И за меня Что мы могли Ходить в свободе Что мы Мы были Вместо проклятия Мы были благосовенны Что вместо Греха Мы жили свято Что вместо Болезни Мы были исцеленны Многие верующие Не могут принимать Исцеление Потому что Они не принимают Спасение Не принимают Благодать Не верят То что Иисус Совершил Они стараются Сами что-то Своими усилами Еще сделать Чтобы это Принимать Аллилуйя Это не просто Новая Лучшая версия С тебя Но ты совершенно Новое творение Новая раса Ты новое творение В Иисусе Христе Иеремия 8.10 Говорит А если Христос В вас То тело Мертво для греха Но дух Жив Для праведности То есть Если Христос В тебе А он в тебе Потому что Ты принял Ты поверил В него То он тогда Тебе Поверил Ты его принял То твоё тело Твоя старая природа Твоя плоть Она мертва Для греха А дух Жив Для праведности Аллилуйя И теперь Буду говорить Что такое благодать Благодать Это то Что ты не сослужил Но тебе подарили Просто так Не ожидая Что ты теперь Должен Сослужить Это И благодать Это милость Благоволение Дар Исходящее От Бога Благо Добро Благополучие Одно из ключевых Понятий Христианского Благословия Рассматривается Как дар Для человека От Бога Подаваемый Исключительно По милости Господа Без всяких Сослуг Со стороны Человека И предосначенный Для его Спасения И освящения Возрастание В благодати Написано Такое место Возрастайте В благодати Ты можешь В благодати Возрастать Есть разные Уровни Благодати Аллилуйя Также Благодать Это сила Не грешить Думаю Что благодать Это покрывать Твои грехи Только Чтобы ты Был Святой И чтобы Бог тебя Все простил Нет Это сила Не грешить Бог дает тебе Силу Чтобы жить Свято Чтобы не грешить Чтобы служить Господу Чтобы Исполнять Его волю Если Ты Например Пойдешь На работу То Босс Тебе Дает Дрель Дает Снаряжение Чем Работать Также Бог Дает Тебе Снаряжение Чем Работать Дары Духа Святого Это все По благодати Поэтому Это очень Важно Чтобы Ты Это Понял Осознал Получил Откровение Чтобы Ты От всего Сердца Верил И принял Благодать Божия То что Иисус Совершил На кресте Потому что Если Ты Десять Два Три Четыре Пять Есть Верующие Больше И ты До сих пор Думаешь Что ты Грешник Что-то Неправильно Ты Праведник Ты Во Христе Иисусе Праведник Ты Через Жертвы Иисуса Христа Оправдан Не через Свои дела И это Не значит Что ты Можешь Грешить И так Далее Послание Римлян 6 2 7 Говорит Что Мы Умерли Для Греха Как же Нам Жить В нем Если Ты Умер Для Греха Ты Не Можешь Жить В нем Если Ты Мертвый Человек Он Не Может Ничего Делать Так 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 Считаешь Что Поверь В То Что Твоя Старая Природа Твоя Старая Плодь Который Наркоманин Который Курил Который Воровал Убил Который Принял Алкоголь Который Прелюбодействовал То Он Умер Он В Гребе Мы В этом Местописании Тоже Еще Успеем Подробнее Скажет Ты Умер Уже Ты Новое Творение Теперь Твоя Старая Природа Умер Но Когда Ты Пришел К Иисусу Когда Ты Принял Вводное Крещение Ты Уже Новое Творение Ты Уже Совсем Новое Все Старое Прошло А Теперь Все Новое Неужели Не знаете Что Все Мы Крестившие Во Христа Иисуса В Смерть Его Крестились Когда Ты Принял Вводное Крещение Ты Крестился Смерть Христа Это Как Будто Выглядит Так Что Когда Ты Пошел Под Водою Ты Был На Кресте Две Ты 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 Старая Природа Иисус Взял Как Природу Нашу И Отдал Свою Природу Нам А Его Природа Какая Он Святой Наша Природа Была Мы Грешные А Он Святой Он Мы Как Обмена Пришел Потому Что Мы Не Смогли Быть Божьей Присутствия Если Мы Были Грешники Старые Заветы Можно Читать Где Священники Даже Они Принесли Жертву За Себя А Потом За Народ Израиль Если Не Были Грешные То Их Вытаскивали Веровкой Потому Что Они Умерли Некоторые Остались Живы Некоторые Умерли И Как Б Святость Божия Божие Присутствие Оно Может Убивать Тебя Но У нас Есть Благодать У нас Есть Благодать Мы Покрыты Кровью Иисуса Христа Мы Очистены Мы Новое Творение И Поэтому Мы Можем Переживать Божие Присутствие И Остаться Жить Аллилуйя Итак Мы Покрепились С Ним Крещением Смерть Дабы Как Христос Воскрес Из Мертвых Славы Отца Так С воды Ты же Новая Старый Борис Остался В воде Пришел Новый Старый Анатолий Остался В воде Когда Вышел Новый Анатолий Да И все Может Каждый Вот так Себе Сказать Что Вот Когда Ты Остался В воде Там В воде Остался Твоя Старая Природа Но Иногда Она Хочет Проявляться Хочет Оживиться Да Воскрес Да Ибо А если мы Соединены С Ним С подобием Смерти Его То должны Быть Соединены И подобием Воскресения Зная То Что Ветхий Наш Человек Шестой Стих Зная То Что Ветхий Наш Человек Распят С Ним Чтобы Упраздено Было Тело Греховное Дабы Нам Не быть Уже Рабами Греху Ты Уже Не Раб Греха Ты Был Раб Греха До Христа Но Ты Свободен Иисус Освободил Тебя Иисус Освободил Узников На Свободу Потому что Дул Господа Бога Был На Него Дул Господа Сейчас Здесь На Меня На Тебя Чтобы Тебя Освободить И Слово Божие Говорит Что Ты Познаешь Истину И Истина Освобождает Тебя Я Чувствую Верю Что Как Слово Божие Сейчас Она Делает Работу В твоем Сердце В твоем Разуме Все Рамки Рушатся Все Лимиты Всякая Ложь Которая Дьявол Люди Сели Годами Она Рушится Просто Корни Не Вытаскивается И Ты Будешь Свободен И Будешь Жить Совершенно Новой Жизни Аллилуйя И Умерший Освободился От Греха Ты Уже Не Раб Христа Твой Верхний Человек Был Распад Со Христом И Так же Ты Воскрес Со Христом Аллилуйя Многие Еще Думают Что Они Должны Сослужить Свое Спасение Что Они Должны Что То Делать Чтобы Получить Это А Делам Мы Не Можем Принять Спасение Благодать Фарисеи И Все Они Старались Так Делать Но У них Не Получилось И Нам Надо Делать Добро Надо Это Все Делать Но Только По Верии В Иисуса Христа По Верии То Что Иисус Делал Принимать Это Верить Это И И Ходить В этом Аллилуйя И Также Эфисианам 2 Голова 8 9 Стих Ибо Благодатью Вы Спасены Через Веру Вот То Что Я Только Что Сказал Я Просто Подтверждаю Вам Словом Божьим Что Вы Сами Да Чего Говоришь Слово Божье Говорит Посланник Эфисианам 2 Голова 8 9 Ибо Благодатью Вы Спасены Не Через Дела А Благодатью Вы Спасены Через Веру И Сия Не От Вас Это Божий Дар Нет Дел Чтобы Никто Не Хвалился Вот Если Ты Ты Что То Сделал Там Например Было Было Такое Задание Спасить Нет Корми Десять Нищих И Будешь Спасен Будешь На Небесах Тогда Сказался Аллилуйя Я Десять Нищих Помогал И Всем Хвалился Вот Я Помогал Десять Нищим Теперь Я Спасен Теперь Мне Бог Простил Нет Чтоб Ты Не Сказал Что Я Своими Усилами А Чтобы Ты Сказал Иисус Сделал За Меня Вот Почему Я Свободен Вот Почему Я Спасен Аллилуйя Иисус Уже Сделал За Тебя И Для Тебя И Тебе Надо Просто Поверить И Принимать Аллилуйя Нам Надо Обновить Своё Мышление Написано Обновите Преобразуйтесь Обновление Мышления Своего Как В Одиннадцатая Разум Через Слово Божие Через Истину Не то Что Дьявол Тебе Говорит Дьявол Может Слово Божие Использует Он Знает Лучше Тебя Но Ты Должен Ходить С Богом Близко Ты Понимаешь Что От Бога Что Нет Если Бог Говорит Он Говорит Тебе Слова Жизни Слова Духа То Что Тебя Вдохновляет То Что Тебя Поднимает То Что Принесет Радость Халилюя И послание Фейсианам 1 глава 6-7 стих В похвалу Славы Благодати Своей Которого Он Облаговедствовал Нас Возлюбленным В Котором Это об Иисусе Говорится Мы имеем Искупление Крови Его Прощение Грехов По богатству Благодати Его Халилюя Бога Есть Богатство Благодати Мы имеем Искупление Крови Его Прощение Грехов Все Твои Грехи Прощены Ты Новое Отворение Ты Ты Святой Ты чистый Ты Свободен И ты не должен Верить Жу Дьяволу И Быть Рабом Ты уже Не раб Иисус Тебя Освободил Халилюя Ты должен Правильно Думать О себе На основании Библии Слово Божие Читай Библию То что Библия Говорит О тебе То что Бог Говорит Тебе И Брящ Написано Что Какого Мысли Души Человека Таков И он Если Если Ты Думаешь Что Ты Нищий Что Ты Болеешь Что Ты Брес Ты Такой Ты Будешь Но Если Ты Веришь И говоришь То что Слово Божие Говорит Что Ты Святой Ты Благословен Ты Процветаешь Что Ты Успешный То Тогда Так И Будешь Жить Аллилуйя Слава Тебе Иисус Закон Пришел Через Моисея Помните Когда Моисей Пошел На Гору Он Вернулся Оттуда С Двоими Плитками Айпадами И Там Было Написано Десять Заповедей Вот Где Первый Айпад Поверся На Горе Закон Пришел Через Моисея А благодать Через Иисуса Христа И Местописание Это Подвижство От Иоанна Святого Ну От Иоанна Евангелия Да Первая Шестнадцать Семнадцать И от Полноты Его Все Мы Приняли И Благодать На Благодать Ибо Закон Дан Через Моисея Благодать Же Истина Преношли Через Иисуса Христа Халлилуйя Слава Тебе Иисус Кто Кто Сегодня Получил Что-то Халлилуйя Слава Господу Да Спасибо Тебе Иисус Халлилуйя Да Давайте Мы Станем Помолимся И Также Благодарим Тебе Смотрит Халлилуйя Слава Тебе Иисус Халлилуйя